Декабрь 1971 года. Верстается первый выпуск новой телевизионной программы «Песня года». Список с музыкальными номерами утверждает лично председатель Комитета по телевидению и радиовещанию Сергей Латин. Твердой рукой опытного партийного аппаратчика и верного солдата идеологического фронта он вычеркивает из этого списка все песни, которые так или иначе не прославляют СССР, его героическое прошлое и светлое настоящее. Бам! Это молодость наших сердец молодых. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой. Это было ужасно. Это стало его кредо. Постепенно Латин выжил из эфира практически все лирическое, задушевное, человеческое. Все, что в образах и символах, рассказывало нам о любви и зарождающихся чувствах. О боли, о разлуке, в общем, о настоящей жизни. А потому что песни-то сердечные были. Он разделил исполнителей на приближенных и отверженных. Разрешенные и по сей день не сходят с экранов телевизоров. Но мы расскажем о тех, кого перемололи идеологические жернова. Мы дадим слово исполнителям, которых лишили права голоса, возможности петь красивые лирические песни. Сегодня они вернутся к своему зрителю. Советский Союз 60-х годов невозможно представить без улыбки Гагарина. Кулака хрящена. Аплодисменты в Политехническом музее. И, конечно, удивительные, пронзительные эстрадные лирики времен оттепеля. Люблю, я люблю, я люблю только тебя. Привет. Я хочу те же слова. Все говорят, любовь это яд, любовь это яд, любовь это яд, но сердце любить нельзя запретить, нельзя запретить, нельзя запретить. Птицы не люди и не понятий, что у нас вдаль влечет, только стервятник, старый гриф стервятник, знает в мире что. Добрый вечер, а что это значит? Значит день был по-доброму начат, значит день был по-доброму прожит, он умножит счастливые дни. Советская песенная лирика тех лет была без преувеличения уникальным явлением. Песни были пронизаны светлыми мотивами, в них была неповторимая атмосфера чистоты и добра. Они были лишены пафоса, но именно благодаря им люди чувствовали себя уверенными. И это признают все, для кого те годы остались лучшими годами жизни. Потому что вот человеческое, вот они несли человеческое, понимаете. У меня даже такие грустные слезы сейчас на глазах, потому что то, что сейчас звучит, это кошмар. Понимаете, ни сердцу, ни уму, понимаете, просто какая-то обезличка что ли. Между тем, что было, и тем, что стало с песней, сегодня пропасть так велика, что кажется, будто эти две культуры, та ушедшая и пришедшая ей на смену сегодняшняя, из двух разных галактик. Но советская лирическая песня не вымерла в результате естественной эстрадной эволюции. Ее уничтожали намеренно, беспощадно и изуверски. Для того, чтобы ответить на вопрос, кому и зачем это было нужно, мы отправились по свету искать тех, кого теперь мы называем голосами шестидесятых, кто до последнего пытался защитить свои песни, но силы оказались неравными. Сильно. Почти сломались. А вот и мои орешки. Настоящие грецкие орехи. Да, я себя чувствую в моем доме хорошо. Наверное, человек везде чувствует себя хорошо, где у него... где он себя чувствует уютно просто. Ну, да. На земле большой в этот час Все для тех, кто ждет, все для нас. Хочетальонам спешить и опять забрать, Но столбов проводом не спать. На земле... В Советском Союзе я не всегда имела возможность петь только то, что мне нравится. Конечно, я должна была идти с режимом заодно. Ты сказал, что хочешь в этот раз погулять со мной. С тихой летней ночью... Звезда советской эстрады шестидесятых Лариса Мондрус 40 лет назад эмигрировала в Германию и с тех пор постоянно проживает в Мюнхене. На профессиональную сцену она попала 19-летней, но своей популярностью в СССР не успела насладиться сполна. Всего несколько лет ей позволили быть известной и любимой певицей. Лариса Мондрус. Она была абсолютно про западного плана. И ее репертуар, хоть и был советский, она была из Латвии. Но он очень соответствовал вот именно тому жанру. И по голосу она была сильна. В 1962 году на советском телевидении стал ежегодно выходить голубой огонер. В этой уникальной отреставрированной записи Юрий Гагарин будто бы снимает Ларису Мондрус на любительскую кинокамеру. А космонавт Евгений Леонов танцует с ней. Она действительно была девушкой космической, так не похожей на привычных земных соотечественниц. Популярность Мондрус была невероятной. Но в высоких кабинетах уже зрело недовольство. Слишком короткие юбки. Слишком открытое декольте. В ее облике было что-то чужое, не советское. После выступления в звездном городке перед космонавтами в мини-юбке, ее вызвали на беседу в Министерство культуры и отчитали. Лариса Мондрус абсолютно западная певица была по тем временам. Но я не хотела, чтобы меня снимали с концертов. Я хотела, чтобы меня приняли за свою. Конечно, раздражала жутко, потому что изумительная фигурка, ножки, которые она показывала. Если я думаю, что делается сегодня на телевидении в России, какие мини-платья, и какие пуш-ап, и какое вообще все, и сколько всего, и как это все выглядит, и как это все секси, и как много всего этого все, что секси, и как это все открыто, и никто никому не делает никаких замечаний, то мне кажется, что я была просто святой девой. Каждый вечер у ворот Жду, придет или не придет И не знаю никогда Может, нет, а может, да Но приходит каждый раз Он в один и тот же час Каждый раз садится рядом И с меня не сводит глаз Представить себе Ларису Мондрус, исполняющую патриотический, бравурный репертуар, невозможно. А на легкий эстрадный жанр постепенно надвигалась гроза. Заканчивалась оттепель, а вместе с ней и относительная свобода творчества. До конца 60-х Лариса Мондрус еще жила и пела без оглядки. Но в 70-м кабинет председателя комитета по телевидению и радиовещанию обживал новый начальник. И он уже знал, что Мондрус в подведомственном ему телевидении не будет никогда. И не только ее. Звезда 60-х и 70-х Нина Бродская живет в Нью-Йорке с 1979 года. Здесь она выпустила три пластинки. Ее голос звучал на популярных радиостанциях. Но, конечно, все самые главные свои песни она спела до отъезда в Америку. Одна дождинка Может и на территории лучше всех Только это сразу не поймешь Одна снежхенька Еще не снег Еще не снег Одна дождинка Ой-ой-ой, вы знаете, сколько я не садилась уже? Несколько лет. С этой песней Яны Фрэнкеля для фильма «Женщины» в 1966 году Бродская дебютировала в кино. Тогда впервые ее голос прозвучал на всю страну. Здесь, в Нью-Йорке, эта песня словно не в своей тарелке. С тех пор она не раз пела для кино и всегда оставалась инкогнито. В те годы была обидная для певцов практика не указывать их фамилии в титрах. Она пела за Буратино. Раз, два, три, раз, два, три, вальс, вальс. За Елену Кореневу в фильме «Вас вызывает таймор». Здравствуйте, милые, здравствуйте, здравствуйте. Раз, два, три, раз, два, три, вальс, вальс, вальс. Но главным хитом тех лет стала «Январская вьюга» из комедии «Гайдая» Иван Васильевич меняет профессию. С любовью встретиться, проблема трудная. Планета вертится, круглая, круглая. Эта песня буквально всполошила всех и все. Звенит январская вьюга, и ливник влечет упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга. Сияют люди друг друга, а потом не найдут никогда. Вы знаете, я вообще пела песню о любви. Я не пела тематику, я не пела за советскую родину, потому что я этого не чувствовала. Звонкоголосую девчонку из обычной еврейской семьи заметил легендарный джазовый музыкант Эдди Рознер. Она развлекала отдыхающих на одном из ялтинских пляжей. Там он ее и услышал. В 16 лет она уже работала в его оркестре наряду со взрослыми солистами. Среди которых была, кстати, и Лариса Мондрус. Отношения их в то время не складывались. 23-летняя красавица Мондрус посмеивалась над гадким утенком Бродской. У Нины был редкий от природы голос, но держаться на сцене она тогда еще не научилась. Меня выталкивали на сцену и говорили, ну ты ходишь просто как солдат. Но уже к концу 60-х Бродская становится одной из самых известных и любимых певиц. Листья летят, и с ними все мои мечты. Листья летят, и сожжены давно мосты. В 60-е и 70-е годы, это можно сказать уверенно, Уже телевидение и радио, а не эстрадная площадка, определяли судьбу певца. Если тебя нет на экране, и ты не звучишь на радио, можно ни на что не надеяться. Твой удел гастроли по провинции. Выступление летом на открытых площадках, а зимой в обшарпанных клубах. Мало кому импонировала такая судьба. Поэтому молодые исполнители, в буквальном смысле слова, пробивали себе дорогу на телевидение любыми доступными способами. Чтобы пройти туда, нужен был специальный пропуск. И вот я умудрялась, когда люди проходили, я вот пропуска же не была, никто мне не выписывал, и я вот так вот проскальзывала через этот пропускной пункт, и обратно передо мной тоже стояла сложнейшая задача, как вылезти оттуда, как пройти. И вот тоже я так же ждала, пока пройдет кто-то, так же вот тихонько раз, пока он там сзади, и проскальзывала. Ты только не пройди, не пройди, не пройди, в глаза мои взгляни сквозь дожди, сквозь дожди, сквозь снег и сквозь буран, сквозь буран, сквозь буран, а может ураган. Взгляни, и ты не будешь жалеть, и тысячу лет будешь смотреть. Ты только не пройди, не пройди, в глаза мои взгляни... То, что центральное телевидение и всесоюзное радио – это для вокалиста все, абсолютно ясно было и Лапину. Именно он самолично приговаривал артистов к безвестности и без преувеличения ломал их судьбы. По сути, отстранение от эфира было казнью певца или певицы. Когда в СССР случалось, что кто-нибудь из певцов, певицы, уезжал из страны, Лапин не просто говорил перестать передавать, он требовал, чтобы в фонотеке размагнитили все записи. Тогда все записи были на лентах, на больших бобинах. Он всех заставил размагнитить все записи. Аида Ведищева, Ларисы Модрус, всех, кто уехал. В 1967 году страна встречала 50-летие Октябрьской революции. От эстрадных исполнителей стали требовать песен высокого гражданского звучания. А лучше, откровенно, пафосно. Наступает время баритонов. Мужчин с оперными голосами, которые не добились успехов в исполнении классической музыки и нашли легкий заработок на эстраде. Особенно требования к репертуару ужесточились в 1970 году, в год столетия Ленина. Всем, кто пел любовную лирику, говорили открыто. Теперь не ваше время. Или пойте гражданские песни, или уходите. Человек придумал песню о рассвете и дороге, о сердцах, что всюду вместе, о надежде и тревоге. Человек придумал песню, и слова такие в ней, Словно было все известно Человеку обо мне Все известно обо мне Это снимает документальный фильм, посвященный мне. Это снимает документальный фильм, посвященный мне. Со своими друзьями, состоятельными пожилыми американцами, звезда советской эстрады Аида Ведищева регулярно отправляется в благотворительные поездки. В Америку она уехала в год Московской Олимпиады. Увезла с собой сына, мужа, пожилую маму, пять маленьких собачек и 20 чемоданов. Эта хрупкая женщина всю жизнь пыталась все тащить на себе. Я была не хрупкой, я была уже битой. Помоги мне, помоги мне, Она больше других певиц своего поколения записала песен к популярным фильмам. Осенью дождливый серый день Раскакал по городу олень Он летел над гулкой мостовой Рыжим лесом, пущенной стрелой Но и ее ни разу не указали в тетрадь. Ложкой снег мешая Ночь идет большая Что же ты, глупышка, Я не спи Песни в исполнении ведущего в те годы звучали из каждого окна. А на телевидении ей путь был заказан. Тиражи пластинок были шестизначными цифрами. Государство только на ней заработало миллионы рублей. Где-то на белом свете Там, где всегда мороз Трутся спиной медведи А земную ос Мимо плывут столетия Спят подо льду моря Трутся обоих медведи Вертится земля Кто-то спел где-то на белом свете И миллионами С прилавковой сметают эти пластинки Это был кто-то Почему вы говорили кто-то? Потому что я была кто-то. Композиторы стояли к Аиде в очередь со своими песнями Но когда она поступала на работу в Москонцерт Чувствовала себя унизительно И вдруг мне дают шесть рублей Самую маленькую ставочку Эстрадных исполнителей унижали изощренно В телевизионные концерты приглашали петь их песни других исполнителей Причем до объяснений начальники никогда не опускали И Советский Союз, и Россия вообще не приспособлена К пониманию талантливых людей Каждый старается уцепить тебя за ногу Для того, чтобы снова затолкнуть в ту бочку Из которой ты пытался высунуть голову Было ведущего и патриотический репертуар Ее песню «Товарищ» распевала вся страна Ломаем как хлеб, чтоб дружбу товарищ пронес по волнам Но хлеба горбушку иду пополам Коль ветер лавиной и песня лавиной Тебе половина и мне половина Но и это не дало ей пропуск на телевидение За границу ее тоже отпускали со скрипом Слишком много кривляется, говорили Аида, если ты хочешь, чтобы мы тебя выпустили Пой как все И начинает называть имена Не хочу я называть имена И вот я начинаю с своим темпераментом Потом я уже устаю Могу, я умею петь сакс, спокойно Но это не ее Для многих исполнителей клеймо запрещенное Было тяжелым психологическим ударом Выдерживали не все Как говорили тогда, многие из певцов становились певцами Такая участь постигла, например, Валерия Абадзинского Которого категорически не подпускали к голубому экрану Кто-то продолжал колесить по стране Собирая залы на волне популярности Которую принесли немногочисленные телевизионные эфиры И выпуски грампластина Уезжали далеко не все А кто-то оказывался за границей Просто по воле случая Топает малыш, эта премьера была ваша? Да, я ее пела Мне в Ленинграде, это Слава Пожлаков Композитор, который написал ее Он написал мне У меня ее перехватили Когда я еще в Ленинграде Еще была И в Москве уже ее записали Мьянсарова и Кобзон В этой добропорядочной американке Сегодня нелегко узнать Одну из самых популярных певиц 60-70-х годов Новый день начать мы рады И в жару, и в холода Если трудно, если надо Мы с тобою скажем да Будет солнце О Веронике Кругловой Даже в то пуританское время Ходили разные слухи Говорили, что она разбила Много мужских сердец Карьера Кругловой действительно Шла нога в ногу С ее же любовными историями В легкий жанр Вероника пришла с театральных подмостков Где ей прочили большое будущее Ее первый муж За которым она пошла без оглядки Был эстрадник Ну, любовь меня позвала Я бросила театр И ушла за ним на эстрад Ничего не вижу Ничего не слышу Ничего не знаю Ничего никому Их творческий и семейный союз Был недолгим После развода Круглова решила всерьез заняться карьерой Ну, опять случилась любовь Морковь Вторым ее супругом стал Иосиф Кобзон Для него же она была первой женой Вероника тогда работала в программе Павла Рудакова Кобзону пришлось потрудиться Чтобы завоевать любовь роковой красавице Он ездил до кастроли По тем городам, где мы были с Павлом Васильевичем И Кобзон Васильевич говорил Пожалуйста, я отпущу тебя на свидание к нему Только пусть он не ездит по нас по пятам Ну, потому что он уже был Очень такая хорошо вошедшая Зашедшая звезда И это отражалось на сборах Наконец, Вероника приняла его ухаживание И они поженились Но с Кобзоном тоже не сложилось Ни полноценной семьи Детей он не хотел Ни творческого союза Пробовали мы с Кобзоном работать вместе Он у меня разрешил петь номер В своем сольном концерте Их развод был скандальным Она ушла от него с ворохом обид и претензий А он еще долго не отпускал ее и преследовал Именно спасаясь от Кобзона Я вышла замуж за Муллерман Для чего нужны цветы? Чтобы их дарить Для чего нужны цветы? С певцом Вадимом Муллерманом Их союз тоже был наполовину творческим От него Вероника родила дочь Но и этот брак не оказался вечным Хотя и прожили они больше 20 лет Они были очень успешной парой Выступали и вместе, и по отдельности В голубых огоньках номера Вероники Были запоминающимися Зрители писали письма с благодарностями Никому не скажу А потом вдруг начались Разводить руками начали композиторы Фельдс Моноскар Говорил, я принес песни для вас Вероника и для Вадима Мне сказали, кого угодно Только не эти фамилии А кого угодно Потом стали закрывать Всех-всех-всех 20 лет после того, как ее перестали пускать на телевидение Вероника Круглова гастролировала по стране В 91-м году Вероника приехала в Америку в гости Эмигрировать она никогда не собиралась Здесь познакомилась с Эдиситом Бывшим тренером международного класса По баскетболу Игорем Докторовичем Он эмигрировал из Одессы И много лет жил в Сан-Франциско В Веронику влюбился с первого взгляда Где-то я Пробыла здесь месяца три И за это время я вышла замуж за своего теперешнего мужа Я же говорю, что я решаю молниеносые все вопросы И я решила остаться Кто ошибется, кто угадает Разное счастье нам выпадает Часто простой мне кажется вздорной Черное, белое, белое, черное Жалко, была молодая, красивая Хорошо пела А все в праху прошло Мало того, что прогнал Лапин Из... С экрана стер Еще стер все запись О чем думал всесильный председатель гостелерадио В тиши своего кабинета Оставаясь один Чем мотивировал свое решение сам для себя Ведь невозможно представить, что в кругу его семьи за столом Пели песни о партии и Ленине Как бы там ни было Из любовного песенного треугольника Круглова Кобзон-Муллерман Две фамилии были им вычеркнуты навсегда Прометчивый шаг с обеих сторон А почему? Ну, потому что у меня умерла жена Она разошла из Кобзона Попали мы в один самолет Я слушаю, Вероника Давай, я пойду в хвост самолета Поиграю в перферанс А нам лететь до Барнаула Пять часов Я говорю, подумай, может быть Надо сказать администратору Поскольку, когда мы прилетим Давай поженимся Давай в один номер Нас поселять Или в разные Подумай, а я пошел играть И пошел играть в перферанс И перед посадкой я сел Я говорю, ну что там Говорит, ну давай в один номер Хорошо, вот и все Как все просто-то было Да, все очень просто Все без всяких объяснений в любви Деяночество решили, что так И все Последний желтый лист Кружась упал в траву Наверное, ты ждешь Что вновь тебя я позову Но стоит ли теперь С тобой встречаться вновь В конце 60-х гастрольный график Молодого исполнителя Вадима Мулермана Был расписан на месяцы вперед Его голос открывал каждый хоккейный матч Игроки протестовали против того Чтобы их гимн исполнял кто-то еще Звенит в ушах, кликая, музыка атаки Точней отдай на клюшку, посильней ударь И все в порядке, если только на площадке Великолепная пятерка и братарь Суровый бой ведет ледовая дружина Мы верим мужеству Он был одним из самых известных И любимых певцов страны Теперь Мулерман грустит, что В Москве выступить ему больше, видимо, не придется Но я не вписываюсь Мне нужен слушатель У меня нетанцевального плана песни Десять лет назад Вадим Мулерман вернулся из Америки Где прожил несколько лет И поселился в родном Харькове В котором родился Со своей женой Светланой Они воспитывают двух дочек Папа артист Должен быть продолжатель еще этого дела Недавно созданный Вадимом Мулерманом Театр песни Остался без помещения Из-за финансовых трудностей Теперь его ученики Несколько раз в неделю Приходят репетировать в его небольшую квартиру Не было печали Просто уходило лето Не было разлуки Месяц по календарю Мулерман никогда не был диссидентом В его репертуаре были разные песни В том числе и патриотического содержания Штурмовать на лёд на море Посылает на страна Но однажды он почувствовал Что от него шарахаются Не только редакторы радио и телевидения Но и организаторы концертов Я написал письмо в Политбюро И копия письма попала Фурцевой Фурцева развела руками Сказала, что уважает певца И никаких претензий к нему не имеет Тогда Вадиму намекнули Мол, есть очень влиятельный человек Которому не нравится его репертуар И манера петь Постепенно стало понятно Что тучи сгущаются Над всеми артистами Которые поют Сентиментальные лирические песни Не несущие в себе пафоса Строителя коммунизма А в кулуарах Теперь всегда и только шепотом Звучала одна и та же фамилия Сергей Лапин Был одним из фаворитов Брежнева И именно с его именем Связаны самые жесткие годы цензуры На радио и телевидении Он уволил почти 90 редакторов Закрыл несколько популярных программ Об эстраде у него было свое Специфическое представление Регламентированные певцы Которые должны были стоять По стойке смирно И вместо оружия Держать микрофон Перед своим лицом Однако новое поколение артистов Выросшее в годы оттепеля Становиться солдатами песни Не собиралось И именно этих артистов Больше всего любил простой народ У нас были полные аншлаги У меня за полгода билеты Раскупались на концерты Можешь на любовь не ответить Обмануть мои сны Только не забудь, что на свете Есть еще колдуны Я тебя давно поила Колдовскою травой Я была гастролершей Где бы надо было перекрыть Денежный какой-то бюджет Звонили Аида Надо закрыть квартал Несмотря на то, что на экране Лирических песен почти не осталось И на официальных концертах Стали звучать только песни Композиторов-коммунистов В исполнении певцов-коммунистов Партийная верхушка На своих закрытых домашних вечеринках Все же предпочитала слушать Красивые песни Смотри, какое небо звездное Смотри, звезда летит Летит звезда Хочу, чтоб зимы стали веснами Хочу, чтоб было так Было всегда Загадай желание Самой сильней Нужно было выступить на одной из Правительственных дач Ну хорошо только, говорю У меня музыканты тоже в отпуске Они разъехались по домам То на Урал, то в Сибирь То на Дальний Восток Они все из разных городов Родом и мест Ну ничего, говорит Ты скажи, где, что Я рассказал, что этот Там-то находится тот Там-то, там-то Мне позвонили Сказали, завтра они будут Все здесь Одним самолетом их собрали Со всех концов Советского Союза И привезли в Москву Приехали В такой зал Амфитеатром такой Красный, помню Обивка сидений Мест на 500, наверное Говорит, открывается занавес Сидят 10 человек Женщин Ну я так в ужасе Не привык Всегда переполненные залы Ну думаю, раз На правительственные выступления Надо представить себе Зал полный Закончился концерт Я спускаюсь в генировочную Только стал переодеваться Вдалиме Скрывается дверь Жены Лены Цека Во главе с женой Алексея Николаевича Косыгина Они, словом благодарности В это время Открывается дверь опять И заходит сам Косыгин Он говорит Вы меня извините, Вадим Но у нас было совещание Я успел только на последние три песни Огромное вам спасибо За ваше творчество И все И так поворачивает голову Говорит А почему Мулерман до сих пор Незаслуженный? Все На следующий день Появился указ Президиум Верховного Совета Но на Лапина Не производили впечатления Ни звания Ни любовь к артистам Руководства страны Он действовал только По собственному усмотрению Любимчикам давал зеленый свет А к тем, кого отверг Не знал пощады Поводом для астракизма Могло стать все, что угодно Прическа Походка Форма носа Или покрой платья Небольшие деньги Я шила самое красивое платье Я хотела выглядеть куколкой Что право нравится И тогда люби И увидишь чудо И мне передали Люди, которые там сидели Конфетка Ну ничего Обертку мы с нее снимем Отношение к артистам Которые не поддерживали Курс на политизацию песен Было особенным Как правило Пакостили им Подло Из-под тишка Лариса Мондрус В самом начале 70-х Успешно гастролировала В Европе Особенно она была популярна В Восточной Германии После того, как Лариса Спела песню на немецком языке В одной из телепрограмм Немцы захотели устроить Ей гастроли И выслали приглашение В Москву Когда мы начали интересоваться А где же Может быть все-таки Было приглашение То меня долго очень мучили Совершенно фальшивыми ответами И говорили Нет, нет, ничего нету Никаких запросов нету А потом когда-то Из ГДР Кто-то дозвонился Все-таки до меня И я была в то время в Риге И говорит Ну где же вы пропали Как же вы так Все время только в поездках И выяснилось Что я не была Все время в поездках А мне просто никто Не докладывал Очевидно не хотели пускать Похожие случаи Происходили со многими За рубеж артистов Могли отправить Только по линии партии Никакой самодеятельности Однажды Нина Бродская Приняла приглашение Организаторов Песенного фестиваля В Германии Выступить как гости Из Москвы И она уже приехала Не спросив разрешения Ни у кого Но ее ждал сюрприз Пришла телеграмма Где четко было написано Черным по белому Срочно лететь в Москву Я прилетела Куда деваться И я туда В одну комнату Другую бегаю По госконцерту Я говорю Кто прислал телеграмму Все молчат Все отнекиваются И я тогда позвонила В министерство культуры И я обратилась к ним Кто же это Почему И вот тогда они мне сказали Что твоя кандидатура Просто не нужна Конечно Лично Лапин Не стоял За каждой Из таких историй Но слава о нем Была такова Что незримая тень Всесильного руководителя Мерещилась порой там Где ее и не было Хотя И защитников У него Хватало Я о нем слышала Очень много хорошего Это замечательный человек Лапин я хочу сказать Это тот человек Который И все слышал И все видел Все знает И поэтому Когда это достойно Когда это не пахнет Какой-то Тухлятину Или тем ресторанчиком Каким-то Который По мелкому счету Это где-то Брать Или блодняка Какой-то Вот правильно было В то время Тот, кто пел Блатные песни Вот где-то они Вот пусть они И бы пели там Добрый вечер Уважаемые товарищи Сегодня в колонном зале Дома Союзов Концерт Советской песни И эстрадной музыки Кто-то искренне верил В систему А кто-то подстраивался Чтобы остаться На плаву Истинные мотивы Известны только Самим участникам Тех событий Но нравы В эстрадном цехе Были жестокие Победители гонки Не жалели побежденных А уехавших за океан Пинали с особым пристрастием О, конечно 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 Они сейчас Царствуют По сей день И плохо писали Обо мне в газете Что я такая-сякая Все это мы прошли Все это мы проехали И все это было Ну, вы понимаете Я сейчас не хочу говорить Я не хочу никого судить Это было общество такое Это были нравы Это порядки такие Это законы были такие Все боялись Мы все с чего-то боялись Мы жутко Я сегодня боюсь Муж меня не понимает Я дрожу все время Какой-то звонок Что-то Я говорю Кто-то Это мы уже Рождены В Советском Союзе Разделив творческих людей На своих и чужих Лапин властвовал На идеологическом фронте 15 лет Перед камерами Он появлялся крайне редко И только на официальных мероприятиях Артисты о нем говорили Шепотом До личного общения с ними Он почти никогда не снисходил Он как черный кардинал серый Он заправлял как паук Там сидел Но все перед ним, конечно Ходили на цыпках А кто его видел? Его никто не видел Его видели только приближенные В его кабинете А кто мог туда зайти? Посторонним ходом был запрещен Я его видел один раз На каком-то приеме Где я случайно туда попал Поскольку не было артистов Которые обычно на таких приемах И мероприятиях выступали У нас была целая группа артистов Ну будем так говорить Правительственных Вот А там был Лапин Мне его показали просто Я с ним разговаривала по телефону Булерман меня заставил И он очень был мил Очень любезный Но такой вот, знаешь Вот как мячик такой Мягкий, пушистый Вот такой вот Не схватить его ни за что И когда я сказала Я видела список за вашей подписью Что вот запрещенный список артистов И в том числе вот И вот я хотела бы спросить Почему Он сказал Да вы что Никаких списков нет Я ничего не подписывал Никаких таких бумаг Значит вы знаете больше чем я Нет, нет, нет И потом Какие мне могут быть к вам претензии Ну что вы Если вы будете соответствовать Нашим нормам То по милости просим Я говорю Ну а почему же я вдруг Перестала соответствовать Этим нормам Все время соответствую Я не знаю Это с редакторами решается Тот самый список О котором шла речь В телефонном разговоре Однажды показали Вадиму Мулерману Об этом списке Или как некоторые Называли его приказе Ходили легенды Я говорю А что за приказ И мне одна женщина Редактор Показывает список Запрещенных Так нам даже не запрещенных А нежелательно Нежелаемых артистов На центральном телевидении Артисты никому не показывали Своих переживаний Но за улыбками Скрывали боль от невозможности Ничего изменить У меня была бутылка Маленькая такая Валерьяны Вся набитая Знаете И до того Мне было тяжело Я думала Что я сойду с ума Я думала Что я попаду В психиатрическую больницу Вот такое со мной творилось И я помню Что я чуть ли не целую бутылку Выпила этих таблеток И я подумала Что или я умру Или я выживу Если умру То умру А если я выживу Ну что делать Как оно пойдет Так оно пойдет В начале 70-х Многие стали уезжать Из страны Навсегда Эмиль Горовец Песня над беспартийной Лирической Состоялась И вот мы на кастролях Перебегая перед концертом Концертом Аидка Говорят Чудес на свете Ах, пока вы Аилочка Вот тут С таким теплом Она ко мне бросилась Я поняла Что что-то Она другая стала Уже нет Вот у нее Какого-то такого покоя, удовлетворения какого-то жизненного. Она была и счастлива, что мы встретились и понимала, что я пойму, что с ней происходит. Я говорю, Аида, что? Она говорит, я уезжаю. Говорит, ты с ума сошла? Ты здесь так любимая. Она говорит, очень много проблем. Вот так вот она говорит уже. Нам каждому дали 150 долларов на человека, поэтому мы не знали, как же мы жить-то будем. И нам говорили, что вот можно продать собачек в Австрии, любят собачек. Можно там в Виталии продать какие-то вещи, там балетные тапочки, матрешки какие-то, я знаю. Мы все с собой. Я набрал, я запасливая. Я набрал все с собой. В этом самом Виталии мы продавали вещички все абсолютно. Он на миллилира, он на миллилира. Там все стояли по одной лире, там продавали. Неважно, что привозили. Сказать вам, чтобы это было, что это было легко для меня? Как это легко? Когда я там родилась, когда там все мое. Конечно, мне сломали судьбу. Именно так и сделали, сломали судьбу. Раньше других Советский Союз покинула Лариса Мондрос. В советской прессе написали, что она просилась обратно, а потом покончила жизнь самоубийством. Это ложь. Лариса Мондрос сумела стать своей и очень популярной певицей в Германии. Когда в 36 лет она родила сына, постепенно перестала заниматься карьерой. С мужем, музыкантом Эгелом Шварцем, они живут 45 лет. Их сын занялся наукой, а музыка осталась его увлечением. Американская история Аиды Ведищевой много раз пересказана. Она поборола рак, пережила счастливое замужество, а потом скандальный развод с миллионером. Много пела для иммигрантов и местной публики. Последние годы замужем за бизнесменом. Нина Бродская и ее единственный муж-музыкант-тромбонист Владимир Богданов вместе 40 лет. Смотрит с утра до вечера русское телевидение. А я смотрю американское. Их жизнь сложилась так, как сложилось. В начале успешного пути они представляли свою дорогу иначе. И потому даже спустя десятилетия в душе еще свежи обиды. Понять их несложно. Ведь если бы они и их песни остались с людьми, они отправились в изгнание, возможно, сегодня мы все жили бы немного иначе. И на зло судьбе на зло разрушницы судьбе Вновь когда в глину твои и тихо повторю Кто сказал тебе Кто сказал, но кто сказал тебе Кто придумал, что тебя я не люблю Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу Твой голос в сердце моем Звучит звенья Нет, никогда я тебя Разлюбить не смогу И ты люби, ты всегда Люби меня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok